Привет, друзья! Нисколько назад мне не приснилось, что я оказался на вокзале. Это был не только вокзал, но и увеселительный сад. Здесь были отели, рестораны, концертные танцевальные залы, всего пару шагов от железнодорожных путей. Это было отличное место в разживых развлечениях. Я слушал музыку Штрауса, Шумана, Листа и даже не сходился больными танцами. А потом я сел на поезд и отправился к следующему пункту назначения. Итак, вы можете спросить, где же это место, которое снилось мне в ту ночь, и в котором можно найти столько удовольствия и развлечения? Возможно, это был сон, но место, которое я видел во сне, несомненно, существовало в реальной жизни. И это был, конечно, Павловск, вопри города Санкт-Петербурга. Там был построен вокзал в 1836 году, который сделал Павловское село, как его тогда называли, конечной станцией на царской сельской железной дороге, которая вела до тогдашней столицы Санкт-Петербурга. Оригинальная линия работала до начала 20 века, а первоначальный вокзал был разрушен во время Второй мировой войны, что является настоящим позором, потому что он был поистине уникальным. На этом был не просто вокзал, инвесторы, финансировав все его строительство, задумывали его как увеселительный сад и назвали его Воксхол, в честь знаменитого увеселительного сада, который существовал в Лондоне со времен реставрации стюартов до середины 17 века и славился своими летними балами, представлениями, фоеверками и другими развлечениями. Этот Воксхол Гарденс в Лондоне, изначально называемый Нью Спринг Гарденс, получил свое название Воксхол, под которым он известен и сегодня, потому что он располагался на земле, которая изначально принадлежала серу Фук Дубриоте, наемнику, сражавшемуся за короля Англии Иоанна в 13 веке. Таким образом, в месте Воксхол изначально было известно как Фоксхол, то есть зал Фокса. В любом случае, русские знали бы там в Воксхолском саде в Лондоне задолго до постройки вокзала в Павловске. Например, англичанин, живущий в России, построил себе сад удовольствия в конце 18 века, подобный лондонскому саду, и назвал его Фоксхол. В последующие десятилетия известные поездки, такие как Пушкин и Карамзин, использовали эти слова для обозначения места для празднест и всеобщего бесерия. Так что слово Фоксхол было известно в России уже к моменту постройки царско-сельской железной дороги в 1836 году. Тем не менее, использование термина Воксхол дало описание того, что позже стало известно как Павловский музыкальный вокзал, возведенный рядом со станцией Павловска на следующий год, где развлекательный павильон обидно был доступен только через станцию, впервые установили связь между таким местом и крупным железнодорожным терминалом. В последующие десятилетия слово Фоксхол стало именем нарицательным для обозначения любого большого железнодорожного терминала. И по мере роста железнодорожной сети России стало распространяться слово Фоксхол. И постепенно последний срок Фоксхол был заменен более русским ЗАЛ. Так что вот, хотя наше современное слово Фоксхол изначально основано на англо-марском имени, сегодня обычно ассоциируется с транспортом и путешественным поездом, иногда легко забить, что изначально оно было праздничным словом, вызывающим воспоминания о веселье, гранезных бора, музыке и всевозможных развлечениях. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь на вокзале, может быть, попробуйте сыграть на музыкальном инструменте, или танцевать, или просто развеселиться, ведь вы находитесь в месте, которое в определенные времена было предназначено именно для этого. Спасибо за внимание.